Союз русских байеров представляет ежегодный образовательный форум The Best Luxury Stores. Владельцы бизнеса в сфере люкс и главные эксперты в индустрии моды уже готовы обсудить будущие тренды и новые стратегии развития. Формат совершенно уникальный. Зная изнутри все изначальные проблемы, с которыми сталкивается модный бизнес, мы здесь даем идеи и способы их решения. У нас в двух залах каждый час новые лекции исключительно с самыми известными экспертами фэшн-индустрии. Полный зал, горящие глаза, очень много энтузиастов своего дела. Мне кажется, они все очень голодные до знаний, поэтому я думаю, что это очень хороший формат, давать возможность людям пообщаться между собой, нетворкинг и, соответственно, получить необходимые знания. Главное, чтобы делали. Почему нас выбирают, была утренняя тема, дискуссия, очень интересный, кстати, доклад. Вопрос определения себя, определения своего позиционирования, западения ассортимента магазинов, собственно, это и есть краеугольные камни ритейла. Дискуссия, в которой я буду участвовать, это трансформация люксовских брендов в эпоху конкуренции и сложности реализации хороших результатов для наших бутиков. Мы хотели бы познакомить с нашим брендом аудиторию, выставили здесь, у нас есть корнер, поэтому мы думаем, что мы быстрыми шагами будем продвигаться на нашем рынке. Наверное, здесь собраны лучшие люди, которые мастера своего дела, вот мастера ритейла, мастера вот в этом сегменте. Вот они собрались, взаимное обогащение здесь происходит, это такая экологичная среда, ферма я называю. Знаете, экоферма, где люди обогащаются и меняют свои стандарты, повышают стандарты. А вот эти высокие стандарты, это то, что ожидает от нас целый мир вокруг. Что привлекает в этих форумах? Прежде всего, интересные семинары, интересные дискуссии, интересные гости, с которыми на самом деле нам, Байрон, интересно общаться, у которых мы учимся, а мы учимся каждый день. И это главное в нашей жизни, что мы не стоим на месте. Я акцентировала внимание на том, что пришло время смыслов, что уже не покупается просто вещь, люди покупают какую-то историю, какую-то причастность. Я, наверное, очень правильно сделала, что акцентировала внимание на такие тренды, как осознанное производство. Также я заострила внимание на том, что нас ждет сейчас приход нового поколения, у которых немножко другое отношение к жизни. Именно это поколение будет всегда выбирать именно то, что легко выбирается и то, что очень удобно. Когда на одной площадке собираются сотни или даже тысячи представителей ритейла и фэшн-индустрии, у них есть возможность обменяться опытом, поделиться важной информацией. Самое главное – послушать квалифицированных специалистов в разных вопросах. А Союз русских байеров подбирает просто превосходно специалистов. Я рассказала про продажи, про то, что самое нужное, ценное. Почему? Потому что мало свой бренд запустить, мало лучшую коллекцию привезти, ее нужно донести до своего покупателя. И как раз про это я и рассказывала, про то, как сформировать команду, как отобрать лучших, так, чтобы они могли выполнять планы, поставленные в компании. Тема моего выступления, она самая актуальная для всех, и для бутиков, и для потребителей на самом деле – это тема, каковы тренды, каковы ожидания, как они изменились, потому что поколение меняется, миллениалы, зэды приходят, да, как потребители люкса, а мы ориентируемся, возможно, на старшее поколение, на иксов и сенеров. Что с этим делать? Какие есть лучшие мировые практики, которые можно применить? Вот об этом сегодня рассказывала. Мы говорили о выходе на рынки сбыта, дизайнеров молодых, я говорила об ошибках и возможностях начинающих дизайнеров. Я говорила о профессионализме, что очень важно на всех этапах, чтобы, если мы хотим хоть как-то выйти на международный рынок, и даже на собственный рынок, потому что нужно, чтобы у нас, чтобы бренд был конкурентоспособен, потому что никто не будет покупать русский бренд, made in Russia, потому что это просто патриоты, ну понятно, все байеры хотят зарабатывать деньги, поэтому от дизайна, от целевой аудитории до производства, до поставки вот этот цикл должен быть полностью налажен. Как бы мы про это говорили, потому что молодым дизайнерам, понятно, им трудно, но им надо объяснить все сложности, но с другой стороны не подрязать крылья, чтобы они все-таки рисковали. Тема моего выступления о будущем, о том, что появилась новая волна российских дизайнеров, о том, что все сложнее импортировать, что как бы есть определенные преимущества работы с товаром, произведенным в России, и о том, что, ну вот эта новая волна российских дизайнеров сейчас довольно хорошо выстреливает на Западе. Это очень хорошо, когда люди делятся собственным опытом, потому что, например, есть огромное количество книг по маркетингу, но намного понятнее слушать от кого-то, кто делал это на собственном примере. Помимо знания фактур, тканей, материалов, выставок, вообще всего, что происходит в индустрии, знать нужно самое главное одну вещь. Вся эта индустрия, она заточена на одного игрока, на клиента. Поэтому знать своего клиента лучше, чем себя самого, это самое главное в индустрии. Все мы прекрасно знаем, что сейчас эпоха турбулентности, и нужно здесь и сейчас принимать решение о том, как будет двигаться дальнейшая стратегия того или иного бренда, даже если это не бренд, то определенной личности. Именно поэтому сейчас очень актуально послушать мнения со стороны и проникнуться новым знаниям. Для нашей сферы это крайне важно. Такое объединенное обмен мнением и, возможно, даже, я не знаю, принимать никаких усилий для улучшения того или иного сервиса, которое надо оказывать нашим магазинам и клиентам. Мы выступали здесь с новым проектом. Это проект, который помогает выйти в онлайн-пространство региональным бутикам и объединяет их в сильную федеральную платформу, которая может конкурировать с крупными игроками в фэшн-ритейле. Очень много полезной информации, очень интересные спикеры были сегодня. Форум очень интересный, очень полезный, я здесь уже четвертый раз. Это всегда очень приятно. И знакомства, полезные мероприятия и, конечно, общение с коллегами это очень важно. Я давно сотрудничаю с Союзом Русских Байеров и это одна из самых таких активных организаций, которая объединяет вокруг себя целую индустрию. Давно за ними наблюдаю и наиболее качественная аудитория именно тут всегда. Это первый раз, что мы здесь, так что я был очень впечатлен по количеству больших покупателей, лучших покупателей, которые вы пригласили, и спирит, связанных. So there is, the feeling is that there is not competition between them, but it's like a stable group working well together. Мы организуем самую лидерующую выставку по обуви в мире, которая называется «Миком Милану». И как «Миком Милану» мы спонсоризуем «Рошамбар-району», потому что мы очень-очень сильно верим, что наши отношения с русскими байерами это очень важно. В этом году мы первый год, как приняли участие как партнеры в этом мероприятии, запомнилось то, что были семинары от лидеров, мнения от людей сферы фэшн-индустрии. Я сама приятно удивлена, но люди с такой отдачей, с такой благодарностью воспринимают новую информацию и стараются воплотить это в своем бизнесе. Елена Бугранова правильно понимает все, что нужно байерам России. Наверное, потому что у нее у самой один из лучших бутиков России. Эта церемония – это праздник, потому что мода – это классно. Мы рады начать четвертую ежегодную церемонию вручения премии, которую сегодня, как всегда, получат самые лучшие ритейлеры страны за вклад в процессы мировой фэшн-индустрии. Мы, как лидеры фэшн-индустрии, очень рады видеть сегодня здесь наших клиентов, получать уникальную возможность знакомиться с новыми клиентами. И все это благодаря этой площадке, которую создал «Союз». Спасибо большое. Мы рады, что такая работа, которую проводят байеры, она признается, поскольку та прекрасная коллекция, которую наши клиенты могут увидеть в магазинах, она случается только благодаря профессионалам, которые отбирают из огромного количества, можно сказать, образцов те самые шикарные экземпляры, которые потом очищают сердца наших покупательниц. мы были вместе с этим проектом с самого начала, то есть у самых истоков первое мероприятие мы также проводили вместе, вот, и я могу сказать, что формат вот бизнес-встреч и формат вечернего мероприятия, он прекрасно дополняют друг друга. Мероприятия такого плана с таким целевым направлением очень нужны для того, чтобы был стимул дальше двигать моду, развивать ее, привозить что-то новое, охотиться за новыми брендами, опять дальше развивать, чтобы знакомить. Но это очень важно, важное мероприятие. Я очень рад, что я очень рад, что я здесь в этом фантастическом evento, в том числе все самые важные покупатели в России. Важно продолжать такие мероприятия, важно сохранить и развивать это направление, потому что мы таким образом все вместе образуем рынок и становимся сильнее, лучше. Мы стараемся для своих клиентов. это вообще уникальное событие, которого нет ни в одной стране, ни в Америке, ни в Азии, чтобы собралось сразу такое большое количество профессиональных и реально хороших магазинов. Я бы проводил такой формат намного чаще, не один раз в год, а может быть один раз в три месяца. Форум столь востребован и интересен именно потому, что владельцы и лучшие байеры страны это не конкуренты, это партнеры. И именно объединившись можно достигать гораздо больше. Это то, о чем сегодня очень много говорили и новое время дает нам новые возможности. Редактор субтитров А.Семкин